Одним из симптомов целиакии является нарушение стула. Для этого заболевания характерны запоры или, наоборот, диарея? Да, нарушение стула – это основной клинический симптом целиакии. Отдельные авторы дают от 62 до 83,5%. Это проблемы со стулом. В первую очередь это идет размягчение. Неустойчивый стул вплоть до поносов с неприятным запахом. Иногда может быть даже пенистый. До двух, даже до трех и более раз в сутки. То есть неустойчивый стул превалирует над запорами. Запоры в процентном отношении не готовы сейчас ответить цифру, но в десятки раз ниже. Они не являются ведущим клиническим симптомом для целиакии. Могут даже нас увести в ложном направлении и заставить думать о чем-то другом. Метеоризм наблюдается при целиакии? Да, вздутие, урчание совместно с нарушениями стула – это те симптомы, которые сопутствуют целиакии. Ну все просто, идет неполное переваривание пищи. То есть пища начинает в кишечнике бродить, выделяются газы, которые являются причиной метеоризмов, урчания, неприятных ощущений и так далее. Поэтому, собственно говоря, объясняется это просто. Проблемы с кишечником сказываются на коже больного? Безусловно. В дерматологии вообще существует такой постулат. Кожа – это лицо кишечника. Но хотелось бы сказать все-таки, что кожа кожей, но уже упоминались, что вторым, пожалуй, по частоте будет не только кожа, но и снижение массы тела, и нарушение развития ребенка, нарушение роста. Опять же, от 48 до 52% дают на это проявление. То есть нужно обращать внимание на то, как гипотрофичен ребенок, как он набирает массу, как он среди своих сверстников выглядит. Ну и, безусловно, кожные проявления, которые могут проявляться, которые могут быть самыми разными. В основном это мы пишем атопические дерматиты. То есть ребенок с детства страдает, какие-то высыпания при приеме пищи, мама пищевой дневник не ведет, знает, что ребенка после пищи сыпет. Атопические дерматиты. Дуют к дерматологу, атопические дерматиты, атопические дерматиты. Хотя могут быть и фолликулярные гиперкератозы, и могут проявляться автозным стоматитом, и герпетиформным дерматитом, дюринга. То есть мимикрия очень большая, и целиакия может скрываться под целым рядом вторичных проявлений на коже, которые ошибочно воспринимаются не как целиакия, и уводят от постановки диагноза. Температура поднимается при заболевании? Да, температура может подниматься, как у детей, так и у взрослых. Тем более она может иметь хронические проявления, такие 37, 37,5. Связаны они будут и с воспалительными процессами, которые происходят в кишечнике на фоне аутоиммунного повреждения стенки кишечника, и с процессами дисбактериоза, что при поврежденной стенке кишечника позволяет проникнуть бактериям в подслизистый слой, усилить воспаление. Но, естественно, это будет проявляться температурной реакцией и подъемом общей температуры. Конечности оттекают при целиакии? Могут оттекать, нечастый симптом, но тоже могут, мы можем наблюдать этот симптом. Дистрофия мышц как часто наблюдается при этом заболевании? Я не готов вам ответить в процентном отношении. Дистрофия, мышечная дистрофия место имеет, и она будет связана, опять же, с нарушениями роста и с нарушением набора массы тела. Зубы страдают при целиакии? Да, зубы страдают. Страдают не только зубы, но и вообще обмен кальцием в организме. Это может проявляться остеопорозом. Это может быть задержка развития скелета. Безусловно, частое поражение зубов кариесом. Головные боли мучают больных в целиакии? Это целый комплекс. Это уже неврологическая симптоматика, не только головные боли. Это и раздражительность, это и до 64%, это и агрессивность до 40%, которая может проходить на фоне головных болей, без головных болей, но, как правило, сопровождаются головными болями. Головные боли могут идти самостоятельно, вплоть до мигренеподобных. Что, кстати, характерно не только для целиакии. Если взять ту же октазную недостаточность, тоже генетически детерминированное заболевание. Если взять то же нарушение деминоксидазы, синтеза деминоксидазы, тоже в большинстве случаев генетически детерминированная, то там тоже одна из ведущих жалоб, которая, пожалуй, единственная, может быть проявляться мигренеподобными болями. Так что на головную боль тоже нужно обращать внимание, но нужно связывать с другими какими-то маркерами и двигаться в правильном направлении по постановке диагноза и лечения больного. На какие симптомы целиакии мы еще не обратили внимания? Я думаю, больше следует отнести еще на такие симптомы, как лабораторные нарушения, лабораторные изменения. Это могут быть нарушения мочи, это могут быть нарушения в крови, гипохромная анемия, снижение содержания железа, наконец, нарушение обмена фолиевой кислоты, что тоже подтверждается лабораторно, что приводит больных к терапевту, начинаются исследования, начинается поход по врачам, в результате лабораторные отклонения есть, а классической клиники целиакии нет, и ответа на вопрос нет, что с пациентом. Ну, как уже не помню, упоминалось, нет, это могут быть частые проявления стоматита, это могут как сопутствующие варианты идти, частые проявления герпетических инфекций, тоже вируса простого герпеса на фоне целиакии, потому что ослаблены местные иммунитеты, ослаблены местные иммунитеты слизистой оболочки, то есть, что и придет проявлением частых рецидивирующих герпесных высыпаний. Ну, вот такая вот достаточно пестра симптоматика, в которой разобраться порой не весьма легко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!